Вот ты работал в Украине. В какой-то момент я знаю, что ты переезжаешь в Китай. Я начал искать работу в Штатах. В какой-то момент, когда я получил все отказы в Штатах, я понял, окей, может быть, стоит попробовать Китай. Люди рассказывают, боже, как нам сложно сюда было переезжать, мы так страдаем, там, родственников наших нет, друзей наших нет и так далее. Но они просто не представляют, каково это переехать в абсолютно другую страну, с абсолютно другим менталитетом, где никто не говорит на английском. Сейчас мы находимся в офисе Google на его территории и работаешь ты в Америке. Сейчас у тебя американский этап. Ты рассказывал, как относятся китайцы к иностранцам, как тебе, как специалисту, было работать в их обществе, в их профессиональной культуре. Сравни, пожалуйста, вот расскажи об американской профессиональной культуре и как тебе здесь работается. Всем привет! Добро пожаловать в Калифорнию. Я хочу вам представить сегодня Дениса Неважаев. Привет! Мы сегодня будем говорить о том, как строить свою карьеру, о том, как развивается IT в Китае и в Америке и о UX-дизайне. Правильно? Верно. Здорово. Спасибо, что согласился на это интервью и спасибо за этот организованный фон. Это очень приятно. Да. Расскажи, пожалуйста, о своем пути в UX-дизайн. Как ты начал этим заниматься? Я всегда занимался дизайном в каком-то роде. Я очень люблю машины, мотоциклы и все, что движется. И рисовал с детства, с раннего-раннего возраста. Прямо постоянно. И я мечтал стать автомобильным дизайнером. Вот. Но этого не случилось. Но случилось то, что я получил компьютер довольно в раннем возрасте и начал интересоваться софтом, в котором можно что-то создавать. CorelDRAW, Photoshop и так далее. Вот. Я начал экспериментировать много и помогать своему отцу с его работой. Он занимался дизайном рекламы наружной. Вот. И я начал для него тоже работать. И это было моим началом. Собственно, в какой-то момент, когда появился интернет, я начал интересоваться вебом. И опять-таки экспериментировать с разным софтом. Научился делать веб-дизайн. Создал несколько сайтов. Грубо говоря, вот просто... Это называется unsolicited sites. Для каких-то выдуманных клиентов без их ведома. Вот. И запостил это онлайн куда-то и нашел свою первую работу веб-дизайнера. Это еще было до того, как я поступил в универ. Вот. И, собственно, да. Вот с тех пор я в дизайне. Это было в Украине, да? Да, это было в Украине. Расскажи о том... Ну, ты рассказал, как ты нашел первую свою работу. Что это была за работа? Чем ты занимался? Ой, это была очень дурацкая работа. Я... Люди из Украины нашли какого-то клиента в Штатах. И этот клиент создавал, грубо говоря, копии магазинов, интернет-магазинов для лекарств. И моя задача была просто генерировать большое количество копий этого магазина с разными дизайнами, с разными доменными именами. То есть задача была их, чтобы потенциальный покупатель мог прийти в как можно большее количество точек онлайн и воспользоваться их услугами. Купить какие-то там лекарства, заказать. Вот. И я начал этим заниматься. Генерировал, не знаю, по одному веб-сайту, грубо говоря, в день. И это была довольно смешная работа. То есть на тот момент дизайн был довольно примитивным. Это были ранние дни веб-дизайна. И очень много базировалось на сток фотографии, на фотографии. И я ездил на Петровку, помню, каждую неделю и искал диски с темой, с тематикой медицины. И скупал буквально все, что там было. Вот. В итоге в какой-то момент, когда я скупил все диски со стоковой фотографии, с медициной, я решил, пора с этим завязывать. Я начал заниматься веб-дизайном в 2002-м, наверное, что-то в этом роде. Вот. Ну да. То есть на тот момент это называлось веб-дизайн. UX-дизайн и UI-дизайн. Таких понятий, по-моему, вообще не существовало. Может, они существовали, но я о них не знал. Давай тогда разберемся с тем, что такое вообще веб-дизайн, что такое UX, UI-дизайн. Для тех, кто, может быть, смотрит нас и еще даже и просто выбирает себе, куда будем пойти. Окей, это один из моих любимых вопросов. Значит, чем отличается UX от UI? Это на примере приведем на айфона. Есть задача сделать так, чтобы твой телефон был секьюрным. Да, и вот как вы решите эту проблему? То есть чтобы любой человек не мог взять твой телефон и посмотреть, что на нем находится. Нужно сделать какой-то лок-скрин. Да, и вот задача UX-дизайнера придумать полностью, как это будет работать. И как процесс этот шоу, я подозреваю, сначала они подумали, окей, что если мы сделаем пароль? Да, то есть пароли уже существовали на тот момент. Наверное, я так думаю, догадываясь, они подумали, давайте сделаем пароль. И UX-дизайнеры думали, а достаточно ли хорошее это решение? Пароль довольно сложная штука. Там есть буквы, там есть цифры, между ними нужно переключаться как-то. Возможно, человек захочет сделать пароль с большой буквой, это нужно будет нажимать shift. И очень большая вероятность ошибки. И мы не хотим, чтобы пользователи делали ошибки и злились на наш продукт из-за этого. На самом деле они будут злиться не на себя, а на продукт в конечном счете. И нам нужно минимизировать вот эти вот вероятность того, что пользователи будут недовольны продуктом. Это называется UX-дизайн. И в дальнейшем они пытались улучшить и улучшить эту систему. И дальше они придумали, давай сделаем пин-код. Это всего лишь четыре цифры, тебе не нужно ничего в клавиатуре переключать. У тебя просто сразу видны твои 10 символов, да, и ты быстренько клацаешь их. И они думали, наверное, сколько должно быть символов. И чем больше символов, тем секьюрнее, чем меньше символов, тем лучше юзер-экспириенс. Потому что пользователю нужно меньше вводить. И процесс разлочивания телефона намного быстрее, чем меньше символов. Но тем не менее секьюрность страдает. То есть UX-дизайн это также о балансе. Нужно выдержать баланс между задачей, которую продукт ставит перед собой, и тем, как быстро и удобно пользователь решает эту проблему. И дальше, впоследствии, что получилось, они придумали Touch ID. То есть ты разлочиваешь телефон просто отпечатком пальца. Это еще быстрее было. Но все равно не идеальное решение, потому что тебе нужно было телефон взять в руку, или там как-то по-определенному ему держать, или если у тебя были мокрые пальцы, ты не мог разлочить телефон. То есть тоже есть определенные сложности. И UX-дизайнер не останавливается перед этими сложностями. Он думает, как сделать это еще лучше. И впоследствии появился Face ID. То есть решение, которое разлочивает твой телефон, просто глядя на него. На сегодняшний момент это является самым последним идеальным решением для подобной проблемы. И, собственно, вот это называется UX-дизайн. Что бы было, если бы это был UI-дизайн? Было бы следующее. Чуваки таки говорят, продакт-тоунер, например, дизайнеру. Вот смотри, вот у нас есть скрин, через который ты разлочиваешь телефон. И вот это вот пароль. Сделай его nice. И UI-дизайнер начнет придумывать, как красиво оформить это текстовое поле, где ты вводишь пароль. Как сделать красиво, как клавиатура выезжает, например. Как сделать красиво переключение между цифрами и буквами. И так далее и тому подобное. То есть UI-дизайнер не думает о том, как решить эту проблему максимально эффективно. Он думает о том, как сделать решение этой проблемой максимально красивым. Вот. Это разница между UX и UI-дизайном. А веб? Веб-дизайн это... Ну, то есть это вообще разные как бы вещи. UX и UI-дизайн находятся на одной плоскости, веб-дизайн находятся на другой плоскости. То есть в веб-дизайне используются и UX, и UI-дизайн. То есть ты в вебе тоже можешь решать проблему глубоко, UX-дизайн, либо неглубоко, поверхностно, UI-дизайн. Да. Да, ну и веб это, собственно, дизайн для того, что ты видишь в браузере. То есть для веб-сайтов. Ты говорил, что ты стал работать веб-дизайнером, но в какой-то момент ты становишься UX-дизайнером. И вот как произошел этот переход? Я работал в американской компании. И наш CEO, у него было образование из Стэнфорда. И в Стэнфорде, вернее, не так, в Америке уже тогда появилось это понятие User Experience. В Украине я о нем особо не слышал. Да и вообще я как-то работал как-то изолированно все это время, не общаясь с другими дизайнерами. В принципе, вся моя работа в Украине была какой-то не очень... общительный. Я особо не выходил в свет, скажем так, в мире дизайна. Вот. И он меня, собственно, таскал по поводу User Experience, объяснил важность его, да, там какие-то принципы. И да, на тот момент это понятие скорее было не User Experience, а юзабилити. То есть удобство работы там с веб-сайтом и так далее. Приложение еще в то время не было мобильно. Да, это все касалось веб-дизайна. Вот. И из юзабилити тоже как-то естественным способом произошел переход в User Experience, когда такой термин появился, когда он уже был применим не только к веб-дизайну, а к приложениям, ко всему, ко всему. А как ты добирал эти знания, которые не хватало? Потому что все-таки, во-первых, это было достаточно давно. И наверняка не было каких-то книжек или коротких курсов, которых сейчас полно, чтобы понять, что такое UX-дизайн и как вообще в этом реализовать, как добрать эти знания. Это во-первых. А во-вторых, ну, в принципе, вот как ты находил какую-то информацию? Интернет. Ну, какие-то ресурсы конкретные. Просто гуглил. Я не помню, какие это были ресурсы на то время. Не знаю. Какие-то рендомные статьи в интернете. Сейчас действительно появилось очень много различных курсов. Но даже здесь. Я знаю, например, General Assembly, школа, которая учит UX-дизайн. И у меня есть несколько знакомых. Один из них у меня был на канале. Который, вообще не имея никакого опыта в дизайне, за 4 месяца нашел работу и пошел в Мадженто, потом в Адобе. То есть сейчас очень доступно. Как ты относишься к таким школам и к таким курсам, которые очень за короткий срок подготавливают UX-дизайнеров? Я считаю, что это отличный способ понять, твое ли это или не твое. Понять вообще, что такое визер-экспириенс, если мы говорим про визер-экспириенс в данном случае. И да, это просто классный способ войти в эту среду и понять, что это вообще такое. И решить для себя, стоит ли тебе развиваться в этом или пойти во что-то другое. Но на моем опыте, да, я когда занимался поиском людей в компании, в разных дизайнеров, очень много резюме было от новичков, от людей, которые только буквально закончили General Assembly. И понятно, что они новички. То есть тут вообще как бы разговоров нет. То есть то, что у них было показано, то, как оформлено их резюме, то, как сделаны их веб-сайты, если у них были веб-сайты, их работы. Это, конечно, смешно смотреть. Но они все равно и плавятся на какие-то там позиции, на которых нужно достаточно много опыта. Ну и нормально, окей, пробуйте, дерзайте. Давай вернемся к хронологии твоей карьерной лестницы, скажем так, да. Вот ты работал в Украине. В какой-то момент я знаю, что ты переезжаешь в Китай. На самом деле для меня это очень странный и вообще в принципе необычный выбор, потому что обычно люди как-то из Украины, не знаю, Белоруссии, из России, они едут куда-то либо в Европу, либо в Америку, Китай. Почему? Как это произошло? Интересная там долгая история. Я работал до какого-то момента в украинской компании, вернее, не так. Это была американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, со всем девелопментом, с офисом в Украине. И вроде как все было интересно и прикольно, но в какой-то момент я сездил в Америку, в Сан-Франциско, и понял, что окей, в Украине мне больше не интересно, мне хочется чего-то большее, мне хочется попасть в место, где создаются лучшие продукты в мире, где дизайн ценится, где самые лучшие дизайнеры сконцентрировались, и место, где я смогу учиться и становиться лучшей версией себя. И я понял, что в Украине я не смогу развиваться так, как смогу развиваться где-то за границей. И я начал искать работу в Штатах, я уволился со своей компании, создал портфолио, грубо говоря, с нуля, потому что мне нечего было особо показать. И чтобы устроиться в компанию в Америке, будучи в Украине, еще и без визы рабочей, нужно было, грубо говоря, горы свернуть, то есть нужно иметь очень крутое портфолио. И у меня его не было. Поэтому я его начал создавать с нуля, опять-таки с той же техникой, которую я использовал при поиске моей первой работы, это просто я создавал, грубо говоря, фейковые сайты для каких-то брендов, но без их разрешения. И выложил это на сайт, где дизайнеры делятся своими работами, Behance.net. И там один из проектов, он стал довольно виральным, он начал получать довольно большое количество просмотров. И это было моей начальной точкой. Дальше я начал писать в Facebook, в Google, в некоторые другие компании. И в большинстве случаев я вообще не слышал от них ответа никакого. В некоторых случаях, например, с Facebook я услышал ответ, и я с ними даже созвонился. И у меня был первый этап собеседования по телефону. Но на этом, собственно, все и закончилось с Facebook. Потом я собеседовался с Palantir. Это довольно крутая компания местная, из Palauta. Занимается очень сложными проблемами. И у меня прошло с ними собеседование по телефону. Дальше я сделал тестовые задания, защитил их опять-таки в онлайн-режиме в каком-то. И они меня пригласили в Штаты. Я приехал на собеседование on-site, это называется, то есть на месте. И собеседование тоже не прошел. Параллельно, когда я был на этом собеседовании, я проходил собеседование с Google, я делал для них тестовые задания, и тоже не прошел. И, в общем, да, было много фейлов. И в этот момент, когда случились все эти фейлы, параллельно в Украине у меня были много приключений, связанных с украинской этой революцией, с Майданом. И у меня были некоторые проблемы с властями. И мы решили, что надо уезжать куда-то срочно прямо. И параллельно меня нашла на Behance, на этом же сайте, где люди выкладывают свои портфолио, компания Alcatel. У нее был весь девелопмент и дизайн в Китае, в Шанхае. Компания, на самом деле, с французскими корнями, но в какой-то момент она продалась китайской компанией TCL. Это четвертый в мире производитель электроники. И это было в их офисе в Шанхае. Меня нашли, начали мне давать офферы, но так как я не был вообще настроен на Китай, я вообще понятия не имел, что мне там делать, и зачем вообще уезжать в Китай, я хотел в Америку. Я им давал отказы и говорил, что ваши офферы вообще не конкурентоспособны абсолютно по американским стандартам. И они не сдавались и делали офферы все лучше и лучше. В какой-то момент, когда я получил все отказы в Штатах, я понял, окей, может быть, стоит попробовать Китай. И я взвинтил цифры до такого размера, что по украинским стандартам мне было прям аж страшно отказываться от этого всего. И так мы и решили переехать в Китай. В общем, да, было хорошее предложение. Да. И твой вопрос был о том, почему Китай и как Китай, да? И в процессе уже того, как я переехал в Китай, я понял, насколько это огромный, быстро развивающийся рынок. И впоследствии, когда я уже переехал позже в Штаты, я понял, насколько Штаты на самом деле отстают от Китая в какой-то степени. То есть прогресс там идет намного быстрее. Один из примеров – это, например, оплаты, да? Вот как ты делаешь оплаты? Любые. Например, ты идешь на рынок купить петрушку. И в Штатах, чтобы это сделать, тебе нужно воспользоваться кредитной карточкой, да, или кэш дать в магазине. А бабушек, в принципе, в Штатах нет, которые продают петрушку. Но в Китае они есть, их много. Примерно как в Украине. Но разница в том, что в Китае ты подходишь к бабушке купить петрушку, и она достает свой телефон и хочет отсканить твой QR-код из приложения WeChat, которое законнекчено к твоему банковскому аккаунту. И ты просто поставляешь свой телефон, и она сканирует твой QR-код, и происходит транзакция. Вот это вот один из примеров. Любая бабушка в Китае из села, она использует уже какие-то технологии, которых здесь еще... Ну, не то чтобы их нет, они есть, но просто они не популярны еще. Да. И говоря уже о том, что здесь иногда нужно расплачиваться чеками. Ну да, про чеки мы вообще умолчим. Штаты в какой-то степени меня шокировали. Да. Насколько они где-то позади. Это да, например, ты платишь за свою квартиру, ты приносишь чеки. Это бумага, на которой ты выписываешь сумму, которую ты хочешь заплатить. Кому ты ее платишь и свое имя, и ставишь подпись, и даешь эту бумажку. Это просто шокирующе на самом деле. Компания, в которой ты работал, называется Alcatel. Она, в принципе, достаточно известная, но вот я лично о ней в последний раз слышала, когда были вот эти кнопочные телефоны. То есть мне кажется, это было совсем начало 2000-х. Чем занимается эта компания? Ну, не сейчас пускай, а чем она занималась вот тогда, когда ты там был? Это 4 года назад, правильно? Да, они занимались созданием телефонов, довольно дешевых телефонов на базе Android операционной системы для новых рынков, такие как страны Южной Америки, Россия, некоторые европейские страны. И они были довольно популярны на этих рынках, потому что очень дешевые продукты в плане того, что их можно было позволить себе, но при этом довольно качественные, функциональные. И меня заманили на эту работу возможностью работать над абсолютно новым видом продукта. Это умные часы. И я создавал для них, грубо говоря, операционную систему. То есть то, как пользователь с ней взаимодействует. User experience для часов. Это был очень интересный проект. Там я познал все сложности работы с железом, с hardware. И я не знаю, что, честно говоря, сейчас происходит с этой компанией. Это было 4 года назад, когда я там работал. Я надеюсь, у них все хорошо. Вот ты говоришь, очень развивающийся рынок. Очень идут вперед технологии. Но при этом, при всем мы знаем, а если кто-то не знает, то у них есть отдельный свой интернет, с которым все не так просто. У них не пользуются Facebook, у них все свое. Вот как на таком рынке человеку, который переезжает из Европы и привык совершенно с другим менталитетом, как вообще тебе, как в принципе, человеку нам жилось и как IT-специалисту? Значит, было довольно сложно. И вот я слышу часто в Америке, люди рассказывают, боже, как нам сложно сюда было переезжать, мы так страдаем, там родственников наших нет, друзей наших нет и так далее. Но они просто не представляют, каково это переехать в абсолютно другую страну, с абсолютно другим менталитетом, где никто не говорит на английском. Это типа вообще другой уровень сложности. И переехать европейцу или американцу в Китай, это довольно стрессово. Кроме того, что там не говорят на английском и на твоем языке люди, и вот просто невозможно решить какую-то проблему бытовую, без переводчика. Там еще других много проблем, связанных с разностью в менталитете. Например, на работе одна из проблем была, до того, что вот в Украине, да и в Америке, и в Европе, я подозреваю тоже, когда ты с чем-то не согласен, когда ты думаешь, что есть какое-то другое решение, ты вот его просто открыто озвучиваешь. А в Китае это не принято. То есть есть ранги людей, тайтлы, и иерархия какая-то. И вот ты должен исследовать. И в Китае, если ты находишься уровнем ниже, чем там какой-нибудь менеджер, ты не будешь ему никогда противостоять. Ты не будешь показывать, что он дурак. То есть на самом деле, ты не пытаешься показать, что он дурак. Ты просто хочешь лучшее решение предложить. Но в Китае так не работает. Ты не можешь сделать так, чтобы какой-то там человек выше по рангу потерял лицо. Это называется у них потерять лицо. И меня шокировала вот эта вот культура, когда ты в рабочей обстановке. Ты знаешь, что есть люди вокруг тебя, не согласные с какими-то решениями, но они ничего не говорят. Просто чтобы кто-то не потерял лицо. Вот это вот была такая вот серьезная культурная особенность в работе. Еще есть какие-то отличия, которые не давали тебе комфортно существовать или работать. Значит, ты затронула тему интернета. И это для меня была одна из причин, по которой я просто волосы на голове рвал. О, блин, вода подходит. Мы сидим на берегу океана, и скоро Вика окажется по колено в воде. Я рискую своим здоровьем почти. Да, я говорил об интернете. И это закрытый интернет. Они называют это «великой китайской стеной». И что имеется в виду? Это то, что интернет очень сильно модерируется. То есть задача китайских властей сделать так, чтобы люди не узнавали о том, о проблемах в самом Китае, и не узнавали о том, как хорошо может быть где-то за пределами Китая. То есть чтобы они думали, что все очень классно там, где они живут. И то, что китайские власти все делают для народа, все офигенно. И поэтому интернет модерируется, и они блокируют все большие сайты. Грубо говоря, все сервисы Гугла заблокированы в Китае. То есть не то, что ты не можешь воспользоваться Гуглом, как поисковиком, ты не можешь воспользоваться Гуглом Мэпс даже, для того, чтобы найти там дорогу куда-то, куда тебе нужно найти. И это была большой проблемой, потому что все остальные сервисы, они на китайском языке. И ориентироваться в пространстве, в незнакомом городе, где все на китайском языке, это та еще проблема. Поэтому что делают иностранцы? Они ставят себе приложение VPN на телефоны, на компьютеры. Это специальное приложение, которое позволяет тебе обойти этот блок и пользоваться иностранным интернетом. И проблема в том была, что Китай очень режет VPN, то есть очень низкие скорости с зарубежного трафика. Хотя внутри интернет очень быстрый на самом деле. То есть все сделано для того, чтобы внутри было классно, а снаружи было плохо. И иностранцы страдают от этого. Я страдал от этого вообще очень серьезно. И частенько я кричал просто, блин, я уезжаю, я не могу здесь больше находиться. Это ненормально. И да, вот такая вот серьезная проблема там. Я знаю, что у тебя есть семья, у тебя есть ребенок, жена, и вы переехали в центре. То есть помимо того, что есть работа и вот такие вещи, не знаю, ребенку нужно ходить в сад или в школу. А как вообще там принимают иностранцев? Значит, из позитивных моментов, что в Китае круто, это то, что если ты иностранец, если ты приехал работать в Китай, к тебе относятся, грубо говоря, как к Богу. К твоему мнению прислушиваются. Они знают, что ты зарабатываешь там больше, чем в два раза, больше, чем сотрудник на такой же позиции, на самом деле больше, чем в два раза. Там может быть, не знаю, ну в какие-то неразумные разы больше. Собственно, поэтому и люди приезжают в Китай, потому что они ищут иностранцев, они хотят, чтобы у них были иностранцы, они понимают, что у них что-то не совсем так работает, они знают о своих проблемах в компаниях, во всяком случае. Поэтому они хотят привлечь иностранцев. И очень много даже из Америки приезжает туда людей. Как правило, это люди, которые здесь не смогли, не знаю, добиться каких-то вершин, но в Китае они переходят на следующий уровень. Вот. И зарабатывают там очень большие деньги, на самом деле. И живут в каких-то гигантских... Привет! Эй, эй, Барри! Эй! Да я возьмем у него интервью. He's biting me! Wow! So cute! Super cute! Yeah! Hey! Do you want... Biting me! Мне кажется, он сделает это интервью. Oh, so cute! Still in the spotlight! Yeah! Oh, no! No, please! Don't do that! Oh! Lisa, go play! Go! Let's go! Hey! Is it a shepherd? Yeah, it's a shepherd. Oh, is it husky? Yeah. Oh. Husky with who? German shepherd. German shepherd, okay. Oh, he's so cute! Look at his ears. Yeah. He's biting me! No, dude, you're blocked. How? Oh! What's going on in here? Man! What? No! Come on! No! Nothing! Oh! Oh! Ну, значит, ну, садик была интересная тема для ребенка, для моего. Она попала в детский сад, где не было русскоговорящих людей, и поэтому ей пришлось учить английский язык. И это был интернешнл садик, международный садик. Там были всевозможные люди, и они разговаривали половину, в принципе, на китайском языке, и половину на английском. То есть на английском она начала все понимать, и все было хорошо, она его учила, но с китайским она как-то отказалась его воспринимать вообще. Они там песни разные пели и так далее, то есть она могла повторять, но она не врубалась особо в смысл. И так как ей не было мотивации, так как все так на английском разговаривали, ей не было мотивации учить китайский, она его не учила. Из каких-то сложностей бытовых, то, что я говорил уже, это китайский язык, то есть никто не говорит на английском, мы не говорим на китайском, и поэтому какие-то простые проблемы решать было довольно сложно. Мы пользовались иногда нашими знакомыми их скиллами, их навыками переводчиков, и решали какие-то бытовые проблемы. Ну, а в принципе, очень хорошее отношение к иностранцам. Частенько нас воспринимали как обезьянок таких. В метро, например, когда ты едешь, и они пытаются сфотографироваться так на твоем фоне, чтобы ты этого не понял. Ты понимаешь. Да, потому что белый человек. И многие люди в Китае, они приезжают в большие эти города, из каких-то провинций, из деревень, и они никогда не видели вживую европейцев. Ты рассказывал о этапе, назовем его, китайском этапе твоей карьеры. Сейчас мы находимся в офисе Google, на его территории, и работаешь ты в Америке. Сейчас у тебя американский этап, может быть, он на всю жизнь, может быть, нет, но я думаю, что достаточно свежи у тебя воспоминания, и ты сможешь сравнить, как относятся, вот ты рассказывал, как относятся китайцы к иностранцам, как тебе, как специалисту, было работать в их обществе, в их профессиональной культуре. Сравни, пожалуйста, вот расскажи об американской профессиональной культуре, и как тебе здесь работается. Как относятся к иностранцам? Ну, значит, в Китае к иностранцам относятся как к богам, к их мнению прислушиваются. Грубо говоря, ты там, в всяком случае, не знаю, ты не ты, но мы, иностранцы в UX-департменте компании Alcatel OneTouch, мы могли делать что угодно там, и нас бы за это не наказывали, то есть нас ценили. Вот, здесь, в Америке, во всяком случае, в Bay Area, в Калифорнии, где мы находимся, здесь большинство людей иммигранты, и отношение к всем, грубо говоря, такое же. То есть все равны, что тоже классно и даже лучше. Я бы не хотел быть богом. Все равны, но, опять-таки, все очень-очень разные. И сила американцев – это storytelling, да, то есть то, как они умеют преподавать, преподносить какие-то идеи и продавать их, питчить, это называется. И вот в этом они, конечно, очень сильны, и мы, славяне, совсем и рядом не стояли, как правило. И это то, где нужно становиться лучше. Это то, над чем я работаю. И по поводу культуры – все работают очень много. Очень много и сильно работают. Ну, в принципе, в Китае, если ты посмотришь на китайцев, то они тоже вкалывают по-черному, и более того, они работают, они задерживаются на работе. И более того, некоторые компании работают еще и в субботу. Вот такая разница. Здесь люди больше следят за своим work-life balance, это называется, баланс между работой и жизнью. И здесь люди, в гугле я заметил, очень четко у них отношение. Например, в календаре ставят, что митинг можно назначать с 9 до 4. Все. Если кто-то назначает митинг после этого, то ты его просто не принимаешь. Почему? Потому что в 4 часа у тебя автобус, который идет домой, в Сан-Франциско, например, из Mountain View. Час ехать, как минимум. И люди очень четко к этому относятся. Я типа не задерживаюсь на работе, мне пофиг, что происходит вокруг. Сколько часов в неделю? Но тем не менее, когда они на работе, они реально вкалывают нон-стоп. Сколько часов в неделю ты работаешь? Я работаю больше, чем 8 часов в день. То есть неделя — это 40 часов, получается. Я работаю больше просто потому, что у меня есть очень интересные проекты, на которых нужно себя зарекомендовать. И это требует полного погружения. Поэтому я, как правило, остаюсь чуть-чуть больше. Ну, не знаю, там 9 часов. Иногда там может быть 10 часов. Были ли у тебя сложности, которые тебе мешали работать в американской профессиональной культуре? Да, я бы не сказал, что они прям мешают, но я определенно испытываю, я понимаю, что я другой, что я не такой, как люди, которые здесь выросли. И в чем это можно проследить? Это вот, опять-таки, вот эта вот культура, которую я сказал, гугловская, да, вокруг да около. Нет никакого прямого фидбэка. Вот это вот одна из их фишек, и с которыми мне довольно сложно. То есть я разговариваю, у меня все очень четко, да, вот там есть проблема, вот как проблему решить, там вот такие варианты, тра-та-та. И это воспринимается довольно часто как агрессия в какой-то степени, да, то есть они думают, блин, этот чувак какой-то негативный, агрессивный и так далее. И я как только сюда переехал, я это начал осознавать, понимать, и мои первые собеседования в Фейсбуке были, и я получил фидбэк от них, что люди меня восприняли как человека, с которым, возможно, будет сложно работать. Вот. И я понял, окей, надо над этим поработать, потому что иначе я здесь ничего не достигну, если меня будут воспринимать как человек, с которым сложно работать и коллаборировать. Поэтому я пошел в Стэнфорд на курсы, где можно прокачать софт-скиллы. То есть... Тачи фили, наверное, что-то такое назову. Софт-скилл. Как это перевести? Ну... Есть профессиональные навыки, да, а есть твои внутренние навыки, то, как ты общаешься с людьми. Вот. Я пошел в Стэнфорд на курсы трехдневные такие. Просто целый день ты погружаешься в такую обстановку, где люди... Не то чтобы должны, но если ты хочешь из этого курса что-то вынести, ты должен раскрыться как можно больше. Вот. И показать себя vulnerable. Как это перевести? Это будет домашнее задание для моих подписчиков. Показать себя vulnerable. То есть раскрыть все свои недостатки, грубо говоря, да, и показать, что ты... Снять с себя фильтры, грубо говоря. Вот. Это был очень интересный экспириенс. Люди там плакали. Вообще, черт знает что творилось. Но было очень прикольно, интересно в этом находиться. И я, собственно, старался. Потому что моя задача была развить эмпатию, да. Эмпатия – это твои способности как бы сопереживать другому человеку, понимать, каково это быть в других, в чужих ботинках, да. In someone else's shoes. На английском говорят. И да, это была моей целью. Поэтому я хотел максимально глубоко в это погрузиться. Я прям рассказал вот все, что можно было только рассказать. Самые глубокие какие-то переживания. Но у меня их на самом деле мало. Я не знаю. Я как-то так живу, что у меня все как-то хорошо, нормально складывается. Без травм каких-то глубоких. Вот. И да, вот я замечаю, что общаясь с другими людьми так же, особенно которые свеженькие приехали сюда, иммигранты, и вот видно, когда они общаются, что они еще не перешли на этот вот новый уровень, когда нельзя быть слишком прямым. И нужно как-то очень постепенно и мягко, и с улыбочкой, и вот так вот общаться здесь. Ну, все-таки мои подписчики – это русскоязычные люди с похожим менталитетом, как у тебя. Может быть, сейчас у тебя как-то меняется что-то. Но расскажи, вот ты живешь в принципе об Америке, да, о том, что тебе нравится, что не нравится. И скорее о вот этой местности, Кремниевая долина. Она не такая Америка, как вся остальная. Здесь сконцентрированы другие люди. Здесь они, ну, условно говоря, все, конечно, очень умные, все целеустремленные, но при этом достаточно одинаковые. Ну, то есть, потому что они работают в одной области. Вот есть ли для тебя плюсы-минусы здесь, в жизни? Да, плюсы – это то, что очень много умных, интересных, классных людей. Минусы – это то, что очень мало людей других. Хотелось бы, чтобы больше было людей каких-то, не знаю, более сумасшедших, экспрессивных, связанных с искусством, с музыкой и все прочее. Короче, есть два таких экстрима. Один – это Кремниевая долина, Сан-Франциско. Это то, где все в ТЭК, то есть IT, IT-индустрии. А второе место – это Лос-Анджелес. Это то место, где все об искусстве, о музыке, о кино, о том, как себя показать, там, не знаю, вот эта вот вся фейковость такая и так далее. То есть, два таких экстрима. И это вот интересная штука об Америке. Здесь все вот пытаются сконцентрировать в одном месте. Вот если есть какая-то специфика в каком-то городе, вот туда все сразу съезжаются с этой спецификой, и оно обрастает, обрастает и становится столицей этого вот, этой специфики. Вот как Лос-Анджелес, там, да, Нью-Йорк, там, фэшн, финансы. Сан-Франциско – это IT. И, да, не хватает просто разнообразия в плане людей здесь. Но, с другой стороны, здесь прикольная, красивая природа. Здесь просто постоянно можно путешествовать, куда-то ездить. Мы сидим на океане сейчас, то есть рядом с океаном. Да, касаемо как раз-таки путешествий и всего. Ну, то есть, понятное дело, что работа – это важная часть жизни. Мы отдаем как минимум, там, 40 часов в неделю. Это где-то треть нашей жизни. Важно, чтобы она была интересной, важно развиваться сейчас, особенно живя в таком месте. Но есть ли у тебя какие-то, не знаю, увлечения, которые не связаны с работой? Вот что-то, чему ты готов отдавать много времени? Что-то, что тебя захватывает? Хороший вопрос – отдавать много времени. Я готов отдавать много времени многим вещам. Проблема в том, что этого времени просто нет. Из-за работы и из-за того, что, собственно, есть семья тоже. И одно из моих увлечений – это фотография. И не простая фотография, а фотография из каких-то мест, куда не может попасть любой смертный. И что я подразумеваю под этим? Когда я переехал в Китай, меня все чуть-чуть колбасило. Я хотел вот чего-то, каких-то, не знаю, приключений. То есть в Украине я спортом занимался каким-то, катался на сноуборде, на горном велосипеде. У меня были друзья, с которыми я веселился и гудел. Мы дурачились и делали, что хотели. И в Китае этого резко всего не стало. Поэтому, с другой стороны, я там обнаружил другие интересные вещи. Это, например, огромное количество небоскребов. И я начал пользоваться Инстаграмом. И выяснилось, что есть чуваки, которые каким-то образом оказываются на крышах этих небоскребов. И меня это заинтересовало, потому что фотографии были вообще нереальные. Это что-то вообще другое, абсолютно другое. И меня это заинтересовало. Я каким-то образом вышел на человека, который что-то об этом знал. И я начал экспериментировать со своим сотрудником. Он из Нидерландов. Очень высокий смешной чувак. Мы с ним начали дружить. Мы попробовали залезть на какую-то крышу по рекомендации какого-то там человека. Нам понравилось. Мы в этот же вечер пошли, залезли на другую какую-то рандомную крышу. И понеслось. В какой-то момент я купил себе зеркальную камеру, объектив крутой. И начал довольно часто лазить на какие-то интересные места. И дошло до того, что у нас была фишка. Мы хотели покорить самые три высокие небоскреба в Шанхае. И они, естественно, самые защищенные. И мне удалось покорить два из них. Третий не удалось, к сожалению. Он как раз был на стадии строительства в то время. И его покорили только три человека, насколько я знаю, в то время, когда он строился незаконно. Один из них был мой партнер по двум другим небоскребам. И я в тот день, к сожалению, работал и не смог с ними попасть туда. Но, да, это вот было бы как раз вот той штукой, ради которой я бы закрыл бы Китай, да? Закрыл бы Шанхай, во всяком случае. Типа, точка. Я сделал все, что там хотел сделать. А так у меня до сих пор это висит. Типа, вернуться в Китай, в Шанхай и все-таки залезть на третий, на самый высокий. Да, вот. И впоследствии я купил себе дрон и начал заниматься также фотографией из дрона. Здорово. Спасибо, Денис, что ты поделился своей историей. Спасибо, что вообще вдохновил сделать интервью на океане, потому что я часто хотела это сделать, но не все соглашаются. Здесь очень красиво. Твоя история, она как раз-таки, как и таки, океан, должна вдохновлять людей, других делать что-то, что они хотят. Не обязательно переезжать в другую страну, но добиваться каких-то успехов в карьере. Спасибо, Вика, что позвала. Очень было приятно поучаствовать в этом разговоре. Спасибо, что досмотрели это видео. На этом все. Всем пока. Дерзайте. Ты все равно стремился в Америку. Что ты делал? Как была организована твоя подготовка к переезду в Америку? И тут в какой-то момент меня находит человек из Кремниевой долины и говорит, чувак, я нашел твою статью про чиселк отель, про то, как ты создавал, значит, юзер-экспириенс. И нам очень сильно понравилось, мы хотим тебя привезти. Ты сейчас работаешь в Google, уже 7 месяцев, уже освоился, работаешь над продуктом Nest, да? Да, термостат. Давай поговорим немножко более предметно о том, как у вас здесь устроена работа. Вот рабочий процесс в Google для юз-дизайнера. Зарплата. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ... Продолжение следует...